Казанский университет Представители корпорации Язаки В КФУ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион» Университетские врачи на шаг ближе к лекарству от рака Представители корпорации Язаки прибыли с визитом в Казанский федеральный университет Подробности в следующем сюжете Казанский федеральный университет посетила делегация компании UTCA Америка В главе с президентом и главным исполнительным директором Рэм Чудхури Компания является Североамериканским корпоративным центром исследований и разработок корпорации Язаки Глобального поставщика автомобильных деталей Гостей встречал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский Визит направлен на поиск возможностей сотрудничества с КФУ Гости посетили Высшую школу информационных технологий и информационных систем И Институт вычислительной математики и информационных технологий Напомним, что в апреле 2018 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании В сфере совместных исследований между Казанским федеральным университетом И компанией UTC корпорации Язаки Артем Дупичкин, Леонард Валетяров, Универньюз 5 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Состоялся кастинг федерального телеканала НТВ На участие в научно-популярном шоу «Идея на миллион» Бизнес-таланты представили свои инновационные проекты в сфере высоких технологий Подробности далее «Идея на миллион» – проект телеканала НТВ Который реализуется совместно с государственной корпорацией Внешэкономбанк Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ Прошла кастинг второго сезона Где участники могли представить в жюри свои уникальные проекты Разнообразие проектов, оно очень приятно удивляет То есть, например, сегодня здесь в Казани мы собрали проекты со всей республики Татарстан Из Альметьевска, из набережных Щелнов, отсюда из Казани, из Иннополиса Мы стараемся показать людей, которые в самых разных сферах придумывают новое И мы стараемся показать всем, что на свои идеи реально заработать, реально сделать успешный проект По словам организаторов, во втором сезоне расширили географию кастингов 11 городов – от Калининграда до Владивостока Кастинги уже прошли в Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Самаре Согласно новым правилам шоу, каждый участник во втором сезоне получит по 100 секунд на представление своего проекта В 2016 году мы запустили производство вот такого материала Это материал, который позволяет делать неубиваемые игрушки Пластилин после отверждения превращается в настоящую резину Эти игрушки невозможно сломать Спустя какое-то время мы начали производить, продавать, тестировать спрос Участие в кастинге приняли не только студенты, выпускники и начинающие бизнесмены Но и учащиеся лицеев и школ, в том числе и IT-лицея КФУ В мою семью пришла страшная болезнь, страшный диабет И я не мог видеть, как моя бабушка мучается каждый раз, когда пользуется обычным глюкометром И поэтому я решил, что что-либо сделать, попытаться Лекарство найти изобретение намного сложнее, чем прибор И поэтому я решил сделать именно неинвазивный глюкометр С помощью которого можно будет хотя бы не так болезненно и не так дорого получать информацию о уровне крови Те, кто успешно проявит себя на кастинге, будут приглашены на съемки шоу в Москву В ходе испытания претенденты смогут побороться за денежный приз Поддержку инвесторов, а также рассказать о своем изобретении на всю страну Казанский федеральный университет укрепляет свои связи с иностранными партнерами Обмен студентами и преподавателями Взаимные официальные визиты представителей вузов Об одном из таких в следующем сюжете 4 июня в Елабужском институте КФУ побывали иностранные гости Ректор Номанганского инженерно-строительного института Шукуржон Кинжабоев с коллегами Их визит стал частью программы сотрудничества между одним из ведущих вузов Узбекистана И Казанским федеральным университетом В рамках данной программы запланирована возможность обучения магистров из Узбекистана в КФУ А также создание совместных проектов в инженерной сфере Директор Елабужского института Елена Мирзон провела для гостей ознакомительную экскурсию Им была продемонстрирована материально-техническая оснащенность вуза В том числе лаборатории, в которых есть все необходимое для полноценного обучения технических специалистов Подводя итоги встречи, Шукуржон Кинжабоев отметил, что поражен огромным потенциалом Елабужского института Я думаю, это у нас наш визит будет очень полезным для нас Потому что мы будем отправлять, я сейчас думаю, отправлять в магистратуру и в бакалавриат обязательно Так что это начало сотрудничества и будет развиваться Дмитрий Гомжин, Эльшат Ахмадиев, Денис Сипайлов, Универньюз Рак молочной железы является одним из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний среди женщин Специалист Казанского университета убежден, чтобы увеличить процент вылечившихся Необходимо подобрать индивидуальный подход к проблеме и персонифицированный подбор терапии О данном исследовании подробнее расскажет Аделя Шамилова Группа клеточной и молекулярной онкологии продолжает развивать важные проекты На этот раз речь пойдет о ее сотруднике Аспиранте Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Алмази Ахундианови, который ведет работу над разработкой тест-систем Для персонифицированного подбора терапии рака молочной железы Работа выполняется в рамках сотрудничества с республиканским онкологическим диспансером О том, в чем заключается данное исследование, нам удалось выяснить у самого молодого ученого Суть работы заключается в детекции и определении уровня длинных, не кодирующих грибонуклеиновых кислот В сыворотке венозной крови пациентов с раком молочной железы Данная информация несет прогностическую значимость и является крайне ценной при планировании терапии Такой подбор терапии рака молочной железы является ярким примером персонифицированной медицины Данное направление медицинской науки является относительно новой И заключается в персональном подборе препаратов, основанного на индивидуальных особенностях конкретного пациента Например, на генетических особенностях опухоли Пример при раке молочной железы При наличии на поверхности опухолевых клеток рецептора HR2 Возможно эффективное применение препарата герцептин Представляющего из себя антитилак рецептора HR2 А при отсутствии HR2 назначения и применение препарата нецелесообразно Это пример персонифицированного подхода при терапии рака молочной железы В завершении стоит отметить, что данное исследование получило грант в размере 500 тысяч рублей В рамках юбилейной программы «Умник» Эта сумма позволит развивать проект в течение двух ближайших лет Решить возникшую проблему с бытовым мусором в России должен федеральный проект «Чистая страна» Проект предусматривает строительство пяти мусоросжигательных заводов Один из которых должен появиться в Татарстане Подробности расскажет Олег Кашин Мы опаздываем на 25 лет Мы опаздываем не только в технологиях Мы опаздываем и в развитии общественного сознания И поэтому, наверное, ничего страшного нет в том, что мы пытаемся как бы наверстать И что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть Спор о том, нужен ли в Казани мусоросжигательный завод, ведется уже не первый месяц Завод, который должен появиться в селе Осиново в рамках проекта «Чистая страна» Всерьез взволновал местных жителей Ведь там уже расположились промышленные предприятия Например, «Арксинтез», «Птицафабрика», «Теплица» и «Теплоэлектроцентраль» Открытому диалогу помог телеканал «Универ ТВ» Организовав ток-шоу, на котором встретились как сторонники строительства МЦЗ, так и эко-активисты В январе 2017 года вышла коммунике Еврокомиссии, в котором рекомендовано отказаться от технологии мусоросжигания Да, полностью не отказываются, но призывают мусоросжигательные мощности сокращать и старые выводить из оборотов Мы должны это помнить, это первый момент Второй момент, то, что вы говорили, что в Швеции мусор закончился, они его завозят Да, только я не знаю, в курсе вы или нет, что на мировом форуме циклической экономики в июне 2017 года Представители Швеции заявили о том, что хотели бы отказаться от данной практики Они говорят о том, что они попали в ловушку мусоросжигательных заводов 5 июня группа «РТ-Инвест», которая занимается строительством всех пяти МЦЗ в России, приступила к постройке первого московского завода А это означает, что завод успешно прошел все экологические проверки Надо ожидать, что строительство мусоросжигательного завода Васинова не заставит долго себя ждать 20 и 28 июня пройдут общественные слушания, в которых экоактивисты также примут участие Олег Ашин, Универ Ньюс На этом у меня все, до скорых встреч в эфире Универ ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok